всем огромный привет добро пожаловать на мой канал девочки у нас вчера была такая погода просто в новостях даже показывали сказали что был тропический ливень и в некоторых местах в санкт-петербурге я так поняла что южнее я-то севернее нахожусь вот был град чуть ли не с куриное яйцо то есть машин даже и побили стекла ну вот у кого сзади вот машины вот но у нас града не было у нас был очень сильный ливень и вообще а сейчас просто тучки периодически выходит солнышко я тут на фоне своей пальмочки вот и в общем сегодня такая более-менее прохладная погода потому что вчера с утра была жара 30 градусов духота была просто жучайшая вообще и потом пошел такой ливень но я прям балдею очень люблю вот это вот знаете воздух после дождя вот именно воздух после дождя так свежо так хорошо я там поснимала ставлю немножечко вам кусочки из этого видео плюс еще получила я набор садика вот этот вот продуктовый набор даже вам все покажу а сегодня раз такая погода не солнечная потому что дальше потом вроде бы опять обещают солнце опять грозы и так далее очень немножко позаниматься огородом надо мне прополоть одну грядочку с морковкой вот так что сегодня у меня такой огородный будет денечек но покажу вам какая у нас какой именно у нас был дождь так что еще не бывает вот 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 Это там мои мальчишки-бояки, боятся грозы, гром громыхает, они сидят там, баяки там мои сидят в диване. Я говорю, хорошо, так на самом деле после грозы так свежо, так хорошо, просто красота. Правда, все потемнело, как вечером, я так люблю вот этот запах после дождя, очень классно. А эти бояки сидят. Что-то у нас совсем разошлось, утром такое солнышко было, мальчишки купались, мы уже бассейн собрали, поставили, теплая водичка, все хорошо. Да, а тут такой апокалипсис у нас просто, мальчишки боятся. Да, дурелки. Вообще сейчас не то, что там все прольется, все зальет. Ужас какой. Нет, девочки, вы посмотрите, что творится, это же просто какой-то кошмар. Это просто. Но какой воздух, какой воздух, девочки, вот просто хочется вам кусочек тоже передать. Знаете, это вот после жары было у нас сегодня утром жарко, вот я вот здесь загоралась сегодня. Прям вообще душно, знаете, такой вот прям не ветерка. Ой, все громыхает, гром даже сейчас. Вот. И потом вот такая прохлада, вот эта вот от дождя, такого ливня. Ой, вообще прям балдеж. Я вышла на крылечку сюда, обожаю. Вот после жары вот такую прохладу. Это просто класс. Класс. Вообще. Ну, я уже как-то говорила, я дитя Питера. Люблю, люблю такую погоду. Ой, классно. Не, ну когда сильно затягивает, когда каждый день, то, конечно, надъедает дожди. А так красота. И огород поливать не надо, самое главное, да? Но класс. Я обожаю просто. И подруга со мной вышла свежим воздухом подышать. Да, Боночка? Бон. Дю, мой сладкая моя кроссовица. Ну что, что на мокрое-то ложишься. О, молния сверкнула. Хорошо. Очень хорошо. И не холодно, ведь я в тапочках сижу. Хорошо, обожаю прям вообще. О! О, громохнула как. Да, Боночка? Пойдем домой. А то там мальчишки у нас боятся. А мы с ней сидим. Ну хорошо, свежий воздух. Красота, да, Боночка? Ладно, пойдем домой. И девочки, хочу показать. Сейчас съездила в садик. Позвонили. Сказали, чтобы приехала. И получила набор. Я не знаю, за какой-то период, на самом деле. Наверное, в садике, я так думаю, что больше выдавать не будут. Но это ладно. Ладно, давайте я вам покажу. Я извиняюсь, я тут просыпала сахар. Значит, во-первых, килограмм сахара, но он оказался тут немножко порванный. Или я когда доставала, его порвала. Неважно. Килограмм сахара. Получается у нас три упаковки риса. Тоже вот этого круглого. Наша крупа. Вот такая шлифованная. Ну, хороший рис, кстати. Вот ничего не могу сказать. Хорошая крупа. Не то, чтобы там какая-то не такая. Макароны. Здесь две упаковки. Вот такие. Группа. Высший сорт идет. Вот такие две упаковочки. Три упаковки молока. Вот такого. Значит, потом масло. Вот первый раз вижу такую марку. Богатовское золото. Масло подсолнечное. Высший сорт. Один литр. Дальше. Здесь идет джем. Вот такой вишневый. Кстати, в прошлый раз, когда давали вот этот... У меня песина дышит жарко. И на улице душно она дышит. Да? Жарко, скажи мне. Это клюквенный брусничный джем тоже. Или что-то такое. Очень вкусный был. Я, наверное, теперь в магазинах буду такие искать. Потому что очень вкусный. Вот такой теперь вишневый. Тоже две огромные банки. Ну, здорово. И здесь в этот раз горбуша. Вот такая натуральная. Четыре консервы получается. В прошлый раз скумбрию, по-моему, давали. Да, в прошлый раз была скумбрия. В этот раз четыре упаковочки горбуши. Так. Две упаковки чая. Вот такого принцессы Нурия. Ну, чай, конечно, это так себе. Я бы так сказала. Но ничего, нормальный. И две шоколадки. Такие молочные. Победа. Кстати, вот эти Победа. Очень вкусный шоколад. Вообще нам понравился. Кстати. Вот. И здесь печенье. Вот такие две упаковки. Это как в наборе школьника. Такое же. Кстати, вкусное очень печенье. Конечно, с маслом. Вот эти вот как пироженки такие. Главное не увлекаться. Но очень вкусный. И еще две упаковки вот такого маленького печенья. Тоже в каком-то из наборе похожее было. Вкусное тоже печенье. И также здесь еще лежат вот такие здоровый перекус со свежими сливками. Ну, какие-то батончики без консервантов и химических добавок. Вообще классные батончики вот эти. Вот. Не знаю, я такие не пробовала. Здоровый перекус вот такой. Их тут три штучки лежат. Так что попробуем. Так что вот такой набор. Но я думаю, что в садике, наверное, в школе уже больше выдавать не будут. Там какие-то были задержки с выплатами или с этими наборами. Я, честно говоря, не поняла. Не хочу особо в это вдаваться. Но вот такой вот набор сейчас получила. Я донесла. Тяжелый. Девочки, хочу вам похвастаться. Смотрите, какая у меня петуния распустилась. Обалденная. Просто. Смотрите, какая она большая. Я правда вчера сделала маникюр. Сейчас иду. Ну, когда дождь. Сейчас иду. Ну, что ты. А сейчас пойду снова маникюром в огород пропалывать. Но ничего страшного. Вот такая красавица у меня. У меня точно такая же, только светленькая. А вот эта темная. Просто. Петунечка такая красивая. А здесь вот у меня беленький наверху. Вот в этих кашпо. С этой стороны вот такой непонятный. Такой, как красный, не красный, а как даже, не знаю, лососевый, что ли, какой-то цвет. Очень красивый тоже. Ну, вот это вообще обалденное, да? Угу. Да, очень красивый цветочек. Ну, что, девочки, прополола я вот эту грядку. Тут у меня вот такой укропчик маленький. Маленький-маленький еще пока что. Я его прополола. Там дальше морковка. Сюда посеяла салатик. Тут лучок. Тут у меня горох, редиска. Ну, тут тоже всякие салатики у меня сходят. Крест-салат уже начинаю выдергивать. Так что, ну, такими делами тут занимаюсь пока что. Ну, на сегодня все. Ну, вот. Пойду еще дома надо кучу дел переделать. Вот, так что огород у меня тут вовсю. Ой, на самом деле, девочки, так не люблю вот эту мелочь пропалывать всю. Вообще, вот это, ну, укроп там, вот такое вот все мелкое. Вообще, это просто какой-то ужас. На самом деле, целый час. Наверное, ну, я прерывалась еще, ходила с детей обедом покормила. Ну, в итоге, наверное, целый час просидела в этой грядке. Потому что вот эта мелочь всякая, это просто, просто какой-то ужас. Но пропалывать надо было уже давно. Вот, все, я смотрела на эту грядку и думаю, да, все надо мне. Сейчас пришла, легла на кроватку, тут сразу моя котеечка ко мне пришла. Вот она, сладкая моя котеечка-то. Сразу к маме под бочок, да? Сразу к маме под бочок. А то я пропалывала там, они все выходили, смотрели. Типа, куда я делась, да? Сейчас хорошо, благо ужин у меня уже готов. У меня вчера просто курочку делала в духовке. Такое быстрое блюдо на сегодня еще хватит нам как раз. Да, коспирюшечка, душечка моя? Да, такой сладкий мне. Так что сегодня ужин готовить не надо. Дети обедом уже покормила. Сейчас пойду полежу, немножко надо погладить, как обычно мне. Вот, и стирку еще там повесить. Повесить, разобрать. Все обычные наши дела, да? Все обычные наши дела. Котечка вычесывала его тут, орал. Что-то он не хочет никак. Все равно он в шерсть лезет. Надо, наверное, помыть. Помыть надо тебе. Да? Намыть тебе надо. Вот. Я тут вчера, ну вот как раз смотрела новости. Ну как смотрела, я их никогда не смотрю. У меня муж просто приходит, включает. А я пока там на кухне ввожусь туда-сюда. Вот. Я там, в общем, сказали, что наши российские курорты поднимут цены на 30%. Вот мне интересно, это правда или нет? Серьезно? Мне кажется, куда уже выше, но не знаю. Вот. А вообще, я хотела вас вот что спросить. Планировали ли вы в это лето куда-нибудь поехать? И как у вас обстоят дела с отпуском? Поедете ли вы еще куда-нибудь или нет? Потому что, честно говоря, я, девочки, вот честно говоря, мы хотели поехать в июне, но в связи с такой ситуацией решили, что как бы нет, да? Тем более сейчас еще никуда не разрешено ехать и так далее. Муж говорит, муж мне тогда еще сказал, что давай на август перенесем. Перенесли на август, но куда ехать-то? Если цены на российском, на российских курортах поднимутся, так вообще. Так что, наверное, мы в этом году никуда, наверное, не поедем. Вот. Напишите, как у вас обстоят дела. Может, кто-то из вас путевки отменял. Мне просто интересно. Я знаю, что у меня девочки еще с юга некоторые смотрят. Вот. С юга страны я имею в виду. Как вот у вас обстоят там дела? Потому что, конечно, на море очень бы хотелось поехать. Потому что у нас Финский залив. У нас, да, можно купаться, но реально должно быть недели две-три простоять солнечной погодой. Для Питера это нереально. Чтобы вообще прогрелась вода и была не ледяная. Потому что вот мы как-то ездили позапрошлым, по-моему, году купаться на Финский залив. Не тот пляж, который я снимаю, где показываю, вот мы ходим туда гулять. Там купаться запрещено. Потому что там, в общем, в воде находят постоянно каждый год всякие бациллы и тому подобное. Поэтому там купаться нельзя. Мы ездим туда дальше. Получается, за дамбу. Там можно купаться и всякое такое. Но вообще у нас мало где в Питере можно купаться, где разрешено, скажем так, купаться. Вот. И там вода обычно очень холодная. То есть туда входишь в воду вплоть до того, что прямо обжигает. Знаете, такое. Поэтому в основном у нас, конечно, бассейн вот мы поставили. У меня уже мальчишки купались. Он быстро прокрывается. У нас на самом такой солнечном месте стоит. Но на море бы очень бы хотелось бы в этом году поехать. Мы планировали. Ну, вот как-то так. Хотя я уже подзагорела тут вовсю. Шляясь туда-сюда. Подзагорела у меня. Ну, как бы здесь грудь загорела. Да, там руки загорели. Ноги немножко загорели. А живот белый. Ну, сегодня, девочки, буду с вами прощаться. Надеюсь, вам понравилось такое видео. Немножко обо всем. Всего по чуть-чуть. Не забывайте, кто не подписан, подписываться на мой канал. Ставьте пальчики вверх. Мне это очень приятно. Всех люблю. Целую. До новых встреч. До новых встреч.